Привет, дорогие зрители канала Фермер-Одиночка! Сегодня покажу свой второй вольер для кроликов, который я построил весной совершенно бесплатно. Но перед началом проверьте, подписаны ли вы на мой канал и включен ли колокольчик уведомлений, иначе пропустите все самое интересное и самое новое. Поехали! Мой текущий вольер под номером 1, вот этот роскошный, высокий, просторный, о котором я рассказывал в ролике «Вольер – это рай для кроликов», прекрасно себя показал в эксплуатации. Но для моих целей нужно больше площадей. И я решил, что второй вольер будет совсем даже не лишним. Вот этот мой первый большой вольер пришел на смену средненькому, построенному из деревянных рам. Там жили нутрии, года три назад я и о нем рассказывал подробно. Он был построен из рам, доска 100 на 50, бруски и обтянут металлической сеткой. Но каждая рама представляла собой отдельный модуль, как конструктор. Панель готовая. Соответственно, я и разобрал все это совершенно спокойно, все это сооружение без потерь. Рамы скрепляются уголками, пластинами и саморезами. То есть как собрал, так быстро ее разобрал. Я вообще стараюсь все, что я делаю, конструирую, делать модульным и разборным. Навесы, вольеры, вегетарией, клетки мои, все то же самое. Везде, где возможно, это винтовые соединения, какие-то вот такие стеновые панели и прочее, каркасы. Крепеж это уголки и пластины. Быстро забрал, быстро собрал. Такой подход позволяет в любой момент перестроить, перенести, модернизировать любую конструкцию. Мы живем в мире, где все очень быстро меняется. Наши цели, задачи, потребности, возможности. И сейчас, на мой взгляд, строить подобные подсобные вещи на века, то есть из монолита, там все это сваривать, ну это недальновидно. У меня каждые 2-3 года возникают какие-то потребности что-то изменить, расширить, ужать, перенести. Модульные конструкции это легко и без потерь, без затрат позволяют все это сделать. Итак, рамы есть, задача ясна. Не видим препятствий. Проблема только одна. Очень мало места на участке. Очень мало. Но вольер будет небольшим, и я его решил вписать в зону отчуждения, за перголой. Там у меня пропадал пятачок, на котором всякий хлам хранился, старый металл и прочее. Все самое ненужное там было свалено. Вольер будет вписан в ландшафт, ни одного лишнего куста не пострадает. Все как я люблю. Расчищаем площадку. Затем берем готовые уже рамы и играем в тетрис, составляя их. Эту великую игру придумал наш соотечественник Алексей Пажетнов. Так что кому как ни нам уметь хорошо комбинировать. Скат крыши будет в одну сторону, потому что вольерчик узкий. Ну, поэтому одну длинную стену я просто поднял на 10 сантиметров. На брусчатку поставил, да и все. Небольшой уклон для стока воды. Рамы, модули скрепляются полосами, саморезами. Рамы расставляю сеткой внутрь, иначе обитатели вольера будут грызть каркас. И доедят все, что не сгрызли внутри. Я не оставляю земляной пол в своих вольерах у себя нигде. Только плитка. Я все закладываю плиткой тротуарной. Поэтому кладем песок, песчанно-гравийная подушка. Все это трамбуем и делаем повыше. В вольере теперь всегда будет сухо. А затем на эту подушку я укладываю плитку 30 на 30. Дверь у меня также от старого вольера. Ничего нового. Ну, в принципе, я не покупал для строительства этого вольерчика ничего. Все было в хозяйстве. Все БУ материалы нашли свое место. Просто правильное применение. Далее перекрываем крышу. Доски 100 на 50 в качестве стропил. Вольер узенький, поэтому сюда всякие обрезки пошли. Всякая некондиция. Где чего от более серьезных строек оставалось, все сюда. И продольные доски укладываю, которым креплю поликарбонат. Поликарбонат также старый, с крыши старого вольера. Никаких потерь. Все в дело. Где надо подрезал, где надо уменьшил. И вот все готово. Вольер неправильной формы, но зато идеально вписан и использует каждый квадратный дециметр площади. Обратите внимание, что часть старых стен у меня там использовалась сетка 50 на 50 и с прутком 2 миллиметра. Это очень большая ячейка, которая, конечно, хороша для взрослых животных, для нутрия, для кроликов, нет никаких проблем. Но, если в вольере будут мальки, это проходной двор. Они просто разбегутся и могут погибнуть. Ну, скорее всего, так и произойдет. Было у меня интересное видео, называлось «Швейцар в окружении шахтеров». Там как раз про такую сетку и что происходит с крольчатами. Поэтому вдоль вот этой стены с такой крупной сеткой я поставил максимальное количество маточников, которые и закрыли эту самую сетку с собой. Ну, а несколько участков, которые оставались, я просто закрыл железом и досками. С другой стороны, сетка у меня 25 на 25 миллиметров. Это оптимально. Через нее никто не убежит. Так что теперь все в порядке. Теперь, зачем мне понадобился такой вольер? У меня же вроде несколько помещений с клетками. Есть уличные клетки, есть большой вольер. Зачем еще один? Это своего рода чистилище моего хозяйства. Сюда выдворяются отверженные и те, по которым я еще не принял окончательного решения. Например, подозрительные симптомы у кролика. Неясно, что с животным. Требуется наблюдение. Но я допускаю, что это животное будет потеряно или его придется убрать. Добро пожаловать в вольер номер 2 в чистилище. Самки, которым надо худеть, но у них последний шанс. Нечего занимать рабочие площади, имея такие плохие показатели. И выходы из вольера 2 такие. Либо животное восстанавливается на воздухе и относительно вольном содержании и возвращается в строй. Либо симптомы становятся явными, животное устраняется. Либо животное набирает рабочую форму, покрывается и переезжает в маточную клетку. Ну а там, если окрол и все хорошо, то черная метка снимается с такого животного. Шанс она использовала. Но она нет и кролика нет. Поэтому вольер номер 2 это крайний рубеж для кроликов моего хозяйства. К слову сказать, статистика очень даже ровная. Примерно 50 на 50. 50% животных, прошедших чистилища, восстановили свою репутацию и вернулись в строй. Половина освободила площади. Все по-честному. Снаружи часть стен у меня обтянута фасадной сеткой, зеленой в два слоя. Я не устаю использовать этот прекрасный материал. Неоднократно о нем рассказывал для защиты своих вольеров. Прекрасно. И от солнца, и от ветра частично, и от любопытных. По поводу грызунов. Я вообще не парюсь. Три кошки на участке. Три кошки у меня в доме. Они решают. Одно их присутствие это огромный фактор сдерживания. Ну какие грызуны? Только сумасшедшие. Вольер погружен у меня в зеленые джунгли из дикого винограда. Совсем недавно было видео как раз о том, съедобно ли это растение для кроликов. Так что там всегда под сенью вот этой зелени густая тень, прохлада в любое пекло. Плюс плитка не дает перегреваться. Над вольером раскинулась могучая береза. Это мой бонцай. Я настолько суровый крыльковод, что и бонцай у меня выдающийся. Это не вот эта фитюлька в блюдце. Дело было так. В 2005 я решил вырастить бонцай. Все по науке, все по уму. Выкопал на пустыре несколько деревьев, маленьких сантиметров по 15. Посадил в горшочки и начал обрезать, формировать. Все как положено. Деревца стали чахнуть и осталась одна махонькая березка полужелтая, полуживая. Я ее пожалел. Ну, близилась осень, я решил, что дома она точно умрет и высадил ее в сад. Просто прикопав прямо в горшочке, прямо не вынимая из горшка. Ну и забыл, разумеется, не до этого было. И вот такой вот бонцай у меня вырос через 17 лет. То есть она проросла через горшок. И вот такая. Я очень доволен. Правда, теперь ежегодно тоже обрезаю, но уже не маникюрными ножницами, а бензопилой со страховкой. А так все изумительно. Ну а вольер под сенью этого бонцая живет. Там уже рождаются даже крольчатки. Но это уже совсем другая история для другого видео, друзья. Кстати, внимательный зритель, кто давно смотрит мои видео и помнит мои рассказы о мускусных утках, могут обратить внимание, что часть модулей этого вольера это панели того самого первого древнего загончика, такого вольерчика для индоуток. Где они у меня жили, где зимовали. Так что ничего не пропадает. Никаких потерь, никакого демонтажа. Только реконструкция. Видите, какая эволюция вольеров в хозяйстве произошла. Так что модульный подход и универсализация во всем, где это только возможно. Те же клетки мои. Вот почему я не использую более тяжеловесные какие-то конструкции. Ну, потому что, во-первых, это дорого. Неоправданно дорого. Да и зачем, если все это можно сделать гораздо дешевле. Ну и потому что, чтобы превратить мою откормочную клетку, например, в маточную, мне нужно перекусить несколько проволочек и удалить перегородку посередине. И все. Ровно 10 минут. Они универсальные абсолютно. На перенос целого ряда клеток я потрачу полчаса. И я разверну свои этажерки в любом помещении. Или под навесом. Хоть в теплице, хоть в поле. Это не важно. На том и стоим. Именно поэтому я свои клетки называю клетки быстрого развертывания. Всем пока, дорогие мои. С вами был Фермер-Одиночка. Продолжение следует...